Кто такой сегодня российский губернатор? Я должна сказать, что в новом санкционном списке, вы имеете в виду, я так понимаю, список Великобритании. Британский, да. Вот. Там не только губернатор, там еще и министр юстиции тоже оказался, который до этого, по-моему, не был замечен в этих самых санкционных документах. С особенным удовольствием об этом говорю, потому что именно Министерство юстиции у нас ответственно за ведение реестров иностранных агентов различных форм собственности, различных форм организации. Так что, что называется, поздравляем. Что касается губернаторов, я так понимаю, вы имеете в виду, хорошо ли вносить в санкционные списки людей, которые, очевидно, не являются самостоятельными политическими акторами, не обладают агентностью. Во-первых, являются ли они? Или, наоборот, они являются. И как раз и обладают. Насколько я понимаю, санкционную политику в целом, персональные санкции имеют целью, ну, что называется, произведения, скорее, психологического эффекта. Члены широко понимаемой правящей элиты должны понимать, что их прежний образ жизни, зарабатываемый в России, перевозим на Запад и семьи детей держим там, более невозможен, потому что они соучастники чего-то, что коллективный Запад более не приемлет. А российские губернаторы действительно так жили? Похоже, что да, аккуратно скажем. Не хочется всех, что называется, мастерной краской. Есть такие люди, которые скупали землю и собственность в России и тут действительно держали и детей своих, и свои семейства. Но все-таки последние 20 лет создали некую традицию, согласно которой действительно вот жены, дети, семьи где-то должны быть на каком-нибудь приятном испанском побережье, которое чуть ли не тотально скуплено гражданами Российской Федерации. И вот, собственно, все эти труды, все эти опасности, которым подвергается глава семейства, искупаются тем образом жизни, которую он может предоставить своей супруге и следующему поколению своих потомков. Мы, кстати, были свидетелями того, как после начала специальной военной операции а некоторое количество бывших региональных руководителей, губернаторов, мэров, недействующих, но бывших, уехали. К этому не привлекалось особенного внимания, и я сейчас не буду называть никаких фамилий, есть отважные журналисты-расследователи, которые их называют, я этим заниматься не буду, но просто скажем, что такие случаи были. Действующие, естественно, не сдвинулись с места, потому что не то, что там отъезд, а попытка уйти на пенсию или в отставку приравнивается в нынешних условиях государственной измене, поэтому все они на своих должностях. Что сейчас для них может значить попадание в санкционные списки? Мы с вами были свидетелями, в общем, таких довольно регулярных, так сказать, декларационных разводов, которые обычно происходят перед весной, перед тем, как госслужащим надо подавать декларацию, и вот тогда внезапно семьи всяких руководителей, депутатов региональных руководителей и депутатов региональных федеральных, как-то внезапно, значит, входит в кризис и распадаются. Для чего это делается? Для того, чтобы переписать имущество на жену, а она уже не жена, поэтому вот предполагается, что с ней-то ничего не случится, с одной стороны ничего не случится, с той стороны, так сказать, западной, с другой стороны не будет претензий со стороны российских правоохранительных органов, когда придется эту самую декларацию подавать. Есть ли люди, которые до сих пор этого не сделали, и для которых, следовательно, вот это попадание в санкционный список будет каким-то большим ударом по их привычному образу жизни? Ну, скажем так, губернаторы у нас меняются чаще, чем другие руководители. Уже достаточно высокий процент всех региональных руководителей это так называемые варяги, то есть люди, не имеющие отношения к региону, и более того, не просто не имеющие отношения к региону, в смысле не там родившиеся, не там выстроившие карьеру, а вообще недавно там появившиеся. Вот этих вот, так сказать, засидевшихся губернаторов, их есть некоторый список, но их стараются, так сказать, ротировать. Вот на этом уровне почему-то политика обновления, и если не электоральной ротации, то ротации с применением электоральных механизмов, обычно перед выборами. Это происходит, а непосредством выборов она все-таки применяется. То есть могут среди них оказаться люди, которые еще настолько неопытны в исполнении своих обязанностей, что вот у них могут остаться какие-то интересы, скажем так, в тех странах, которые теперь называются недружественными и которые накладывают санкции. Великобритания всегда была чрезвычайно популярна у российского правящего класса, и образование детям там давали, и недвижимость там скупали. А в общем можно себе представить, что это будет, что называется, некоторый удар, особенно учитывая, что нынче санкционная политика понимается широко и ищут не только там, как это, не по паспорту, а по морде, по старому советскому анекдоту, не только по формальным показателям, но и по более расширенным семейным связям. И как это может повлиять на региональные элиты? Это сплотить может или наоборот кого-то заставит вести себя по-другому? Тех, кто уже попал, это, конечно, убедит в том, что они и так знают, что деваться некуда. Деваться некуда, да, именно с нее, поэтому вот куда плывем, так сказать, туда плывем. Это, в общем, более-менее понятно. В принципе, у нас и до этого были случаи негласные, но это становилось известным, что на губернаторские должности люди не очень хотят идти. Что первому предлагают, он отказывается, второму предлагают, он отказывается и так далее. Там же какого-то третьего, четвертого ряда доходят, чтобы вот кто-то согласился. Это ведь действительно очень своеобразная позиция в нынешней системе власти, вот с чего вы, собственно, начали свой вопрос, но потом мы ушли на обсуждение того, где у кого недвижимость хранится. А губернатор, можно сказать, что вооружен только волею Москвы и собственным Инстаграмом, а теперь Инстаграма нет, предлагается воевать при помощи ВКонтакте и Одноклассников. Ему запрещено привозить с собой или формировать на месте собственную команду. У него есть там какой-нибудь секретарь и пресс-секретарь, вот, собственно, и все. Он не знает региона, и это считается его добродетелью, потому что вот не местный, так сказать, не оброс коррупционной связями, закончил школу губернаторов, и вот, пожалуйста, значит, давай руководи. У него его собственные, высокопоставленнейшие его сотрудники, его руководители, там, например, его финансового блока и тем более правоохранительных органов не имеют к нему никакого отношения, он их не назначает, он не может их снять. На него смотрит Москва всеми своими, значит, многофасеточными глазами. У него есть прокуратура, которая тоже, что называется... Она, скорее, не у него. Совершенно верно, рядом с ним она есть, и она тоже на него глядит, совершенно не обязана учитывать его интересы. И, опять же, все местные правоохранительные органы завязаны на федеральный центр, а вовсе не на губернатора. В этих условиях, конечно, не так много найдется охотников на эту сахарную должность, а к тому же еще, ну, мэры в большей степени подвергаются репрессиям, но и с губернаторами. Это тоже случаются примеры, как это... Примеры мнений новой, как говорила Софья Фамсова. Это все время от времени происходит. А тут еще, хочется сказать, еще и санкции накладывают. В общем, какие-то совершенно несчастные люди, получаются губернаторы. Может быть, это приведет к тому, что отказываться станут не первые четыре, а первые десять. Но в условиях немирного времени, может, их уже и не будут как-то особенно спрашивать. Да, но я по поводу как раз системы управления хочу вот что уточнить. Это, что называется, задачка управленческая, управленческая, которую мы видели собственными глазами. Вот господин министр обороны едет, подписывает какой-то договор. Его же подчиненные буквально через короткое время по самому предмету договора наносят удары. То ли он, то ли его турецкие коллеги говорят, это не мы. А выходит депутат Госдумы, говорит, нет, это мы. Это не простой депутат Госдумы. Это муж телеведущий и сам телеведущий. Да, но, тем не менее, к министерству обороны формально не имеющие никакого отношения. А потом еще и МИД говорит, точно мы подтверждаем. Мария Захарова, например, высказывается. Как это понимать? Это какая-то чехарда, это какая-то неразбериха? Или наоборот, такие планы выстраиваются? Для того, чтобы ввести противника в состояние окончательного обалдения и дезориентации, конечно, можно говорить каждые 15 минут совершенно разные вещи. Но, смотрите, если отойти от вот этой ежеминутно меняющейся новостной ленты, то что мы увидим? Да, удар был нанесен. Он был после некоторых колебаний признан теми, кто, собственно говоря, имеет право делать такие заявления публично, опять же, не депутаты, не телеведущие. На саму сделку, судя по всему, опять же, насколько я понимаю, не совсем это моя отрасль, но, тем не менее, это не повлияло. То есть, смотрите, как хорошо выходит. И силу показали. И выгодную, как считается для России, сделку угрозе не подвергли, она продолжается. Но, тем самым, так сказать, создается впечатление превосходства военного и превосходства политического. Мы вот и так можем делать, и так можем делать. И не, как бы, не создается опасной, может быть, иллюзии, что это какая-то была договоренность с Украиной, что это какой-то путь к, не дай бог, мирному регулированию, ничего подобного. Как воевали, так и продолжаем воевать. Но и вот зерно, значит, пропускаем из гуманитарных соображений. Так что, если убрать вот эту вот некоторую, так сказать, ряпи на телеэкране, то можно сказать, что это вполне, скажем так, не то чтобы какая-то очень разумная или, в конечном счете, выгодная для России политика, но согласующаяся с тем, как Россия, в принципе, себя сейчас ведет. Еще одна тема этой недели – привлечение за выражение эмоций, а точнее, за лайки или грустные смайлики. Это новый этап? А это некоторая новелла, действительно, такого не было раньше. За твиты многие сидят, за посты, понятное дело, за перепосты – да, перепост вообще приравнивается к посту, вот в частности, там, перепостил сообщение СМИ, иноагент, и ты сам, иноагент. Это все было. А вот за лайки или за вот эти самые, так сказать… Грущу. Грущу. Запрещено. Грустить, грустить, запрещено. Публично выражать эмоции, получается. Вот помните… Там написано «публично выразил эмоции». Да, я видел этот замечательный протокол. Ну, смотрите, происходит это все, если я не ошибаюсь, в Барнауле. Да, Алтайский край. Вот, Алтайский край. Это такой немножко интересный регион с точки зрения вот именно такого рода дел. Если помните, некоторое время назад, по-моему, в 2019 году, там было явление, известное позже, как «Барнаульская фабрика оскорбленных чувств». Там две студентки, Ранхикс, между прочим, местного отделения, навострились писать в правоохранительные органы о том, что их чувства оскорбляются теми или иными тоже публикациями в соцсетях. И вслед за этим открывались административные уголовные дела. То есть, видимо, местный начальник ГУВД или даже региональной полиции придумал вот такой простой дешевый способ себе повышать раскрываемость и вообще свою энергию как-то, так сказать, канализировать. А через некоторое время это стало уж слишком привлекать внимание и фабрикой оскорбленных чувств. А прикрыли девушки, я надеюсь, нашли себе занятие получше, и даже там через некоторое время сменился руководитель регионального управления управления внутренних дел. То есть как-то вот он не то, что там, не дай бог, куда-то на пенсию ушел, нет, он перешел в другой регион, может, это даже было повышение, но, по крайней мере, из Барнаула он уехал. Можно себе представить, что, возможно, вот именно Барнаул является неким полигоном для отработки новых методов и инструментов борьбы с всяким безобразием в соцсетях. Я помню, где-то не так давно было предложение сменить, так сказать, вредные западные эмодзи на правильные... Православные. Традиционные, да, там вот было такое эмодзи под названием Кручина, другая была Крамола, вот такой гневный, так сказать, смайлик там, смайлик Люба, вот, Лепота. В общем, что-нибудь такое. Тут богатое поле для творчества, на самом деле, открывается. Но, опять же, давайте отметим, что здесь есть некоторая новизна. Интересно, пойдет оно дальше или так в Барнауле-то и останется. Последний вопрос, Екатерина Михайловна, про нашу вторую, слэш, первую любимую страну. Ну, это Казахстан. Кто-кто еще не знает из наших зрителей, какая она старая любимая страна? Казахстан закупает Байрактары, судя по всему. Насколько это... А, судя по всему, это, прошу прощения, кто-нибудь сказал? Ну, сообщают, да, сообщают, да. Ну, и тем более, в общем, Казахстан и Турция страны не чужие друг к другу. Ну, насколько такая история может столкнуть Россию и Казахстан снова в публичном поле? Ну, давайте я в область, так сказать, военного анализа залезать не буду. Давайте вот на что посмотрим. У нас с вами только что был буквально-таки конфликт, практически публичный конфликт между Россией и Казахстаном по вопросу транспортировки казахской нефти через Новороссийский порт. Он утих. И, как это обычно бывает, уплыл из публичного поля, закрытый какими-то новыми событиями. Вот за что мы не любим иногда информационный поток, что там вот это вот бульканье, оно на самом деле все закрывает. Когда ссорились, об этом много писали, говорили, когда этот конфликт рассосался и закончился штрафом на 200 тысяч рублей для перевозчика за какие-то экологические нарушения, как-то вот об этом писали, говорили гораздо меньше. Михаил Кутихин говорит, что это потому, что часть этой нефти от китайских компаний. Да, и китайские компании вообще вовлечены, скажем так, в процесс экстракции углеводородов в Казахстане довольно глубоко. Казахстан вообще страна, открытая для иностранных инвесторов, остается в гораздо большей степени, чем Россия, что называется, в свои лучшие времена. И именно в сфере добычи углеводородов там с этим гораздо-гораздо либеральнее, чем, еще раз повторю, в России, когда бы то ни было, было. И, конечно, Китай там присутствует. Я видела это мнение Михаила Кутихина. Он очень опытный и знающий человек в своей области, поэтому я всегда прислушиваюсь к тому, что он говорит и пишет. Весьма вероятно, звучит очень-очень правдоподобно. То есть действительно как-то особенно нападать на Казахстан, зная, что за ним стоит его, так сказать, большой партнер и практически брат Китайской Народной Республики, может быть так уж особенно резво и не стоит. Субтитры создавал DimaTorzok